Я объехал весь мир. Побывал во всех городах Европы. Во Франции был, Италии, Испании. В детстве я танцевал в Доме пионеров. Когда создавался государственный ансамбль танцев, меня взяли туда. Я всегда был солистом и буду. Мне уже 65, а я до сих пор танцую. Раньше я давал уроки танцев. У меня был свой коллектив. Семья была большая, а зарплата маленькая. Нужно было как-то выкручиваться. С двух ног перешел на четыре колеса. Стал таксистом. Я снимался во многих кинофильмах и телепередачах и продолжаю сниматься. Поэтому моя танцевальная одежда всегда с собой. Багажники. Пришел, переоделся, потанцевал и поехал халтурить. Вот сейчас как раз у меня здесь съемки. Пять минут попрыгаю, а потом поедем дальше. Приветствую. Не снимай в таком виде. Стыдно. Ну-ка подержи. Помоги. Мансур, вставай, иди к выходу. Ну выйди же из комнаты. Он хочет постучать в дверь изнутри. Заходи после команды. За сколько повезешь на торговую? За 8 монат. А подешевле? Нельзя. Нельзя так нельзя. В молодости я представлял свое будущее совсем иным. У меня была мечта создать свой собственный ансамбль танца под названием Мансур. Ездить по миру с кастролями и прославлять свое искусство. Подобно тому, как это делает грузинский ансамбль Сухушвили. Да, конечно, я все еще выступаю, снимаюсь, меня помнят. Но что толку? Самое высокое звание у меня – таксист. Когда-то я считал свою работу таксиста временной. Она оказалась основной. Жизнь – подлая штука. Мне сказали, что ты никогда не станешь балериной, никогда не будешь танцевать. А я им на зло доказала, что все-таки я буду танцевать и стану балериной. Как можно обидеть человечка? У него хрупкая психология, хрупкая душа. Если я сейчас ему скажу, что ты не можешь, что ты не сделаешь никогда, он тогда не будет верить потом. Никому и ничему. Поэтому даже если у нас не получается, я все равно говорю, ты можешь. Ты можешь. Меня взяли в хореографическое училище только условно. Я не подходила под параметры тех детей, которые поступали в хореографическое училище. Условно поступившие я все-таки закончила хореографическое училище, благодаря тем педагогам, которые мне сказали, что ты никогда не станешь балериной. Ты не способна ощутить эти чувства и вообще. Не каждому дано. У тебя не такие руки и не такой прыжок. На ошибках учиться. Если говорят, выйди не колено, да, но не называя твоим, ты берешь это на себя, начинаешь исправлять себя. Предположим, все уже закончили урок, вышли уже из зала, а ты остаешься, остаешься работать. И вспоминай все те ошибки, которые говорили и тебе, и другим. Начинаешь работать над самим собой. Моя мечта была – танцевать умирающие лебеди. Мне дали репетитора, чтобы репетировали со мной умирающие лебеди. И порепетировав, наверное, 10-15 репетиций, педагог остановился и мне сказал, «Знаешь что, деточка, ты никогда не станешь лебедью, ты птица». «А почему не станешь?» А мне это не объяснило. Как всегда и как везде у любой балерины всегда бывают травмы, конечно. Мы проходили новое движение, обертаз называется, вместе с партнером. У меня произошел такой переброс, у меня ножки полетели в одну сторону, а спинка в другую сторону. И вот у меня смещение диска. И так часто у меня бывало раз в пять смещения диска. После последнего раза мне врач сказал, или ты не танцуешь, или ты остаешься инвалидом. Я говорю, какой инвалид? Я могу еще танцевать долго. Я пригласила его спустя 10 лет на свой спектакль, и он мне сказал, ты еще танцуешь? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Желание танцевать, испытывать всю эту страсть, боль, эмоции, разочарование, наверное, это дает силу. И ты не думаешь ни о каких травмах, а думаешь о том, что жизнь продолжается. Бороться, да, и не сломаться, самое главное это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok